Здравствуйте, в эфире телекомпания Город. Вы смотрите программу «Время говорить». Главные темы сегодняшней рязанской жизни. Вот о чем пойдет разговор в сегодняшнем выпуске. Закурить не найдется. С 1 июня вступил в силу новый антитабачный закон, как на деле будут соблюдаться его положения в сегодняшнем выпуске. Эвакуаторы круглосуточно. Теперь в Рязани нарушители правил парковки будут отвозить на штрафстоянку и в ночное время. Пешеходный переход через Московское шоссе у «Премьера» построен. Теперь очередь за пешеходным мостом через реку Павловку. Комментарий чиновников в программе. А теперь об этом и не только. Более подробно. Чувствительный удар получили российские курильщики. Недавно вступивший в силу новый закон запрещает смолить в барах и ресторанах, на перронах и в поездах дальнего следования. Не закуришь теперь на корабле, в гостинице и общежитии. Дело-то оно, конечно, хорошее. Только у некурильщиков сразу возникают сомнения. А кто же будет следить за исполнением этого весьма нужного закона? Закон о запрете курения в публичных местах вызвал большой резонанс в обществе. В частности, в среде курящих людей. И понять их можно. Ведь зависимым людям хочется пригубить сигаретку не только дома, но и в том же ресторане. А все, нельзя. Зато противники табачного дыма ликуют. Только пока никому из них не понятно, каким же образом будет и будет ли вообще осуществляться контроль за соблюдением нового закона. Данные административного правонарушения могут пресекаться непосредственно как должностными лицами, в том числе сотрудникам должных дел, так и, допустим, администрации какого-либо объекта. Например, объекта образовательного учреждения, либо медицинского учреждения. В последующем, опять же, вызываются представители возраильных дел для составления необходимых документов. Вопрос, конечно, спорный. Насколько возможно на сегодняшний день такие меры воздействия на граждан? Сигареты продаются, а курить нельзя практически нигде. И когда же полицейским успевать проследить за каждым любителем подымить? По вашему мнению, на сегодняшний день возможно его реализация в нашем городе, к примеру? Нет, реализация невозможна. То есть за этим сейчас некому следить? Абсолютно. Это возложено на органы милиции, Министерства внутренних дел. Но они считают, что у них нет, будем говорить, времени заниматься этим, следить, кто курит, кто не курит. Сейчас же закон и в гостиницах нельзя, и в кафе нельзя, и в поездах нельзя. Ну, у них не хватает на это, видимо, силы, времени. То есть это, наверное, нужно специальной службе, кто-то, чтобы занимался этим. А вообще закон хороший. По вашему мнению, будет ли возможным следить за правопорядком вот в этой сфере? Да, есть, конечно, возможность следить за ним. То есть вам кажется, будет ходить полиция, да, вот за этим следить? Да. Мне тоже так кажется. Нет. То есть бдить за этим никто не будет, следить за этим никто не будет? Никому ничего не надо, уже давно одна болтовня. Вот вы знаете, мы с вами не будем. Да, сложно оценить, да, поэтому у нас такой проблемы не возникает. Конечно, хотелось бы, чтобы он был реализован в полной мере, потому что я считаю, что закон очень полезный и нужен. Я думаю, он будет действовать, если... Ну, мне это дает право и возможность подойти к человеку и сказать о том, что как бы не положено курить, мне это не нравится, вы можете как-то сейчас остановиться. То есть я думаю, что если граждане будут сами за это как-то отвечать и родить, то это будет помогать. Вот если у курящих сознания своего не хватает. Многие зависимые от никотина верят, что новые правила помогут им курить меньше, а со временем и вовсе избавиться от назойливой привычки. Родители радуются, что у их детей теперь гораздо меньше шансов пристраститься к курению, ведь теперь это не так модно, как раньше. Другие же категорически против нового закона, нарушающего, по крайней мере, ущемляющего их права. Главная причина недовольства в том, что они считают закон абсолютно неэффективным, лишь создающим кучу неудобств. В догонку к этим мерам, в скором будущем планируется установить минимальную стоимость на табачные изделия – 146 рублей. Но, как говорится, любители покурить, выпить и автомобилисты – самые богатые люди. Что касается штрафов, то они таковы. Пойманные на месте преступления гражданин заплатят штраф от 500 до 1500. Продавец, продавший табак подросткам, заплатит до 10 тысяч рублей. К другим новостям. С понедельника, 26 мая, эвакуация автомобилей с улиц города Рязани, припаркованных в нарушении правил остановки и стоянки, будет производиться круглосуточно и ежедневно. Подробности у Оксаны Тебенихиной. Выйдя однажды утром из дома и не обнаружив свой автомобиль на том месте, где вы его оставили на ночь, не паникуйте. Обратите внимание на дорожные знаки. Скорее всего, ваш железный друг перекочевал на штрафстоянку. Отныне неправильно припаркованные автомобили с улиц города эвакуируются круглосуточно. Муниципальная спецплощадка, куда отправляются машины нарушителей, располагается в поселке Приокский по адресу Станкозаводская, 21В. Условия хранения на штрафстоянке, конечно, хорошие. Здесь вам и круглосуточная охрана, и контрольно-пропускной пункт, и ограждение. Но возле дома вашему четырехколесному товарищу будет куда уютнее. Да и хозяин спокоен. Конечно, наши дворы и улицы не приспособлены к такому количеству машин. Но этим фактом никак нельзя руководствоваться при парковке автомобиля. Ведь забрать его со спецстоянки вы сможете лишь после оплаты штрафа суммой до 5000 рублей. Согласитесь, весьма дорогое удовольствие. И еще о городских новостях. Начинаются строительные работы на Московском шоссе возле торгового центра «Премьер». Вскоре здесь наконец-то появится долгожданный пешеходный мостик через реку Павловку. Напомним, что сейчас это место выглядит не самым лучшим образом. Пешеходный мост через реку Павловку на Московском шоссе – стройка, которую горожане очень ждут. После открытия торгового центра «Премьер» ранее практически непосещаемый пешеходами участок стал весьма оживленным. О безопасности передвижения пеших говорить не приходилось. Горожане вынуждены ходить по проезжей части на свой страх и риск. Более того, даже автомобили здесь терпели крушение. Например, в декабре 2013 года автомобиль «Жигули» 12-й модели проломил ограждение и свалился в реку. Обошлось тогда без жертв. А намерение все-таки построить отдельный пешеходный мостик через реку Павловку стало известно еще летом прошлого года. Соответствующее поручение городским властям сформулировал губернатор Олег Ковалев. И вот после длительных согласований и разработки проекта, кажется, дело тронулось. И мы уже приступили к выполнению работ по размещению строительной площадки и строительства самого моста. Вот мост будет пешеходный, шириной 3 метра. Вот достаточно интересно у него архитектурное решение этого моста. С двух сторон по берегам будут монтироваться сваи. И на свае будут размещаться фермовая часть этого моста, пешеходного моста. Необычная конструкция моста. Вот. Ну, в связи с тем, что там такой интересный мост получается, поэтому было достаточно долго там получать заключение экспертизы. Вот в ближайшее время выходим на строительство. Силами администрации города будет строиться само основание моста, свайная часть, на которую потом впоследствии владелец торгового центра будет достраивать верхнюю фермовую часть этого моста, конструкцию. Получается, что это такой совместный проект. На пересечении улиц Весене и Шевченко в Рязани появится Ледовый дворец. Вчера состоялось рабочее совещание, на котором присутствовали представители областной и городской властей, а также инвесторы проекта. Ледовый дворец будет строиться на основе государственно-частного партнерства. Город со своей стороны выделяет землю, а инвестор после возведения должен будет создать детско-юношескую спортшколу, чтобы там могли заниматься юные спортсмены, да и просто рязанцы. Рязанские следователи сообщили о незавидной судьбе бывшего силовика, которого признали виновным в покушении на мошенничество. Следствием и судом установлено, что в декабре 2011 года Владимир Липаткин предложил обвиняемому в незнакомом сбыте и контрабанте наркотических средств передать ему денежные средства в размере 200 тысяч рублей в обмен на предъявление нового обвинения по менее тяжким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, чем те, которые были предусмотрены. Однако выполнить данное обещание Липаткин фактически не мог, ввиду отсутствия в данном случае у него служебных полномочий. Днем 11 февраля 2012 года Липаткин путем обмана получил в своем служебном кабинете обвиняемого часть требуемой суммы в размере 80 тысяч рублей. После передачи 3 апреля 2012 года остальных 120 тысяч рублей Липаткин был задержан сотрудниками отдела собственной безопасности Управления Федеральной службы госнаркоконтроля в рамках проводимого ими оперативно-розыскного мероприятия. Приговором суда Липаткину назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также штрафом в размере 10 тысяч рублей. И еще о криминале. В Рязанской области выявлено 30 гастарбайтеров, незаконно выращивающих огурцы. Следующее видео из села Речатники Михайловского района. Жительница села Речатники Михайловского района организовала на своей земле сельхозпредприятие по выращиванию огурчиков и помидорчиков в теплицах. Звучит, конечно, неплохо, если бы не один нюанс. В работе по обслуживанию своего небольшого бизнеса женщине помогали аж 30 иностранных граждан. Быт работников был организован в нарушение всех санитарных норм. Несколько десятков человек ютились без минимальных условий в тесных времянках, построенных рядом с теплицами. Само собой, сотрудники полиции вместе со своими коллегами из управления миграционной службы, узнав о незаконной деятельности женщины, решили посетить ее фазенду. Сотрудниками полиции была пресечена деятельность 30 мигрантов, которые работали на одном из предприятий, выращивающих сельскохозяйственную продукцию, которые не имели соответствующих разрешений на работу. В Академии ФСИН России состоялся День выпускника. В свое учебное заведение пришли выпускники разных лет, и здесь же торжественно открыли памятник Александру Второму. День выпускника традиционно отмечается в стенах Академии ФСИН России, и для всех, чья судьба связана с учебным заведением, он стал настоящим праздником. Выпускники посетили памятные им места, лекционные залы, учебные аудитории, общежития и спортивные площадки. Например, в нынешнем году особое внимание при организации мероприятий было уделено выпускникам 1984 года, отмечающих 30-летний юбилей со дня выпуска. Ведь чествование выпускников юбилейных лет стало неотъемлемой частью праздника. Из стен вуза вышли многие известные ученые, руководители законодательных исполнительных органов власти, руководители различного уровня органов учреждений уголовно-исполнительной системы. Благодаря высокому потенциалу использованию передовых образовательных технологий из Академии в настоящее время выпускаются высококвалифицированные специалисты, способные решать высокие задачи. Курсанты возложили венки к стеле памяти выпускникам вуза, погибшим при исполнении служебного долга. Также в день выпускника в Академии состоялось торжественное открытие памятника Александру II, который своим указом от 1879 года создал тюремный департамент, ставший основой современной уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. К другим темам. Синоптики сообщают, что лето в центре Европейской России началось с жаркой неделей. Наталья Новикова побывала в Рязанском гидрометеоцентре и выслушала прогнозы. Весна 2014 года запомнилась по апрельски теплым мартом, по майски теплым апрелем и по летнему жарким маем. А вот начало календарного лета совпало с фактическим. Благодаря антициклону установилась очень теплая погода, которая и продолжает радовать жителей нашего региона. До конца текущей недели погоду Рязанской области будет определять обширный малоподвижный антициклон. Поэтому ожидается малооблачная погода, без осадков, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16 градусов, днем 25-30, местами по области до 33 градусов тепла. Среднесуточная температура воздуха в этот период будет выше климатической нормы на 7-9 градусов. А вот в конце рабочей недели, по предварительным прогнозам синоптиков, возможны небольшие кратковременные дожди. Но они будут носить лишь локальный характер, поэтому вряд ли обращат грядущие выходные. Что же, высокая температура – это, безусловно, сигнал для рязанских спасателей зорко следить за возможными возгораниями и пожарами. Далее в эфире программа «Подробности», гостем которой стал главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Алексей Мордасов. Количество пожаров возросло, и это не может не тревожить. Ждем подробностей, они в эфире совсем скоро. Редактор субтитров А.Семкин